За пять лет существования фабрики проектов Константина Аникеева, каких только цариц, королев и прочих красавиц здесь не выбирали. Это не считая 99 избранных. И вот настал момент подключить к этой теме молодую аудиторию. 12 юных созданий приняли участие в конкурсе «Принцесса Урала». Мы занимаемся организацией различных проектов уже на протяжении пяти лет и в основном у нас проекты для взрослых. В этом году, в этом сезоне мы решили порадовать всех одним из самых наших первых детских проектов, уже таких ярких, сочных, интересных. Идея пришла изначально создание школы «Принцесс». Мы решили попробовать и сделали такой вот замечательный проект «Принцесса Урала» совместно с модельным агентством «Серебрити Кидз». Вы знаете, так как я сейчас работаю на несколько регионов, сегодня мы с некоторыми даже первый раз увиделись. Они меня облепили со всех сторон и такое ощущение, они прям ждали моего появления. Я был сегодня у них папой на протяжении нескольких часов. Они меня никуда не отпустили, все организационные моменты решала моя команда. Я находился все время с принцессами. У меня было такое ощущение, что я многодетный отец и у меня огромное количество принцесс-дочек. Вы знаете, было всякое. Мы и плакали, мы и топали ножками, мы уходили и хотели уходить с проекта. Было очень много эмоций, но в итоге, как вы видите, дети на сцене, дети улыбаются, родители радуются и мы очень счастливы. Каждая девочка все равно будет принцесса. Мы будем обеспечивать цветами, дипломами, лентами подарочными. Каждая девочка получает корону и только одна едет в Диснейленд. Я вообще в полном восторге, как мама двоих сыновей. Я просто в блаженстве сижу и от выступления некоторых участниц прямо слезы на глазах. Это здорово. Здорово, что такой проект придумали. Детям есть где проявить себя и девочки все молодцы. Не знаю, как мы будем выбирать. В первую очередь, я думаю, что это важно для детей, чтобы они могли раскрепощаться, не стесняться на сцене и показывать свои таланты, удивлять нас. Безусловно, это очень милый проект, очень такой нежный, когда он в первую очередь вызывает улыбку, вызывает очень такие приятные ощущения, потому что каждая девочка, естественно, хочет в детстве стать принцессой. Эти сказки, это все как бы воплощается сейчас у них в какой-то мере на сцене. И, конечно, такой проект, он нужен девчонкам для того, чтобы именно ощутить в себе силы, поверить в то, что сказка возможна, поверить в то, что они самые красивые, и в жизни у них все получится. Самое важное для юных участниц – это поддержка мам, которые волнуются даже не меньше, чем сами конкурсантки. В целом, все очень хорошо. Главное, чтобы моей дочери очень нравятся. Поэтому я рада, что она принимает в этом участие. Посмотрим, что и как. Решили попробовать, поучаствовать. Ульяне нравится. Для нас это колоссальный опыт, наверное. Мы готовились очень долго к этому, шли, старались. Ульяна, тебе понравилось? Впечатление огромное, я не знаю, как сказать. Просто шикарное. Все замечательно. Огромное спасибо, как же хочу сказать всем, кто организовал этот праздник, кто вот это все нам сделал. Это очень-очень красиво, очень здорово. Танцевальные и вокальные номера, а также дефили модной одежды. В этот вечер участницы представили многие свои таланты. И, как отметили зрители, каждая из девочек оказалась достойна называться маленькой принцессой. Среди моря подарков, которые получили абсолютно все участницы, особенно стоит упомянуть один – поездку в Диснейленд, которая по решению жюри досталась шестилетней Александре Приваловой. Кстати, в планах у организаторов выбирать теперь не только принцессу, но и принца Урала. Регистрация юных участников уже открыта. Регистрация юных участников уже открыта.